здравствуйте уважаемые садоводы меня зовут русских иван и я приветствую вас на канале про цветок сегодня мы поговорим о том как правильно подкормить клубнику весной клубника является довольно специфической плодовой культурой она не является ни кустарником не деревом а таким травянистым растением она является достаточно требовательной ко многим минеральным веществам она требовательна калию менее требовательно к азоту но больше всего клубника требовательно к фосфору фосфорные удобрения как правило считается удобрением для осеннего внесения какой-то степени это правильно фосфорные удобрения очень тяжело усваиваются растениями требуют длительного времени для того, чтобы раствориться и сделаться доступными. Если вы по какой-то причине не подкормили фосфорными удобрениями клубнику осенью или считаете, что такая подкормка недостаточно, вы вполне можете сделать эту подкормку весной. Почему так важно подкормить весной клубнику? Дело в том, что фосфор это тот элемент питания, который в большой степени влияет на формирование плодов. Недостаток фосфора вызывает замельчание плодов клубники, уменьшение их размера и количества, снижение сладости плодов, снижение их качества, третранспортабельности. Поэтому подкормка фосфором является самой главной среди всех трех подкормок калием, азотом и фосфором, которые мы должны провести для клубники. Для того, чтобы сделать быструю подкормку фосфором, совершенно недостаточно просто разбросать фосфорные удобрения по поверхности почвы с заделкой. Этот фосфор дойдет до корнеобитаемого слоя почвы где-нибудь через 2-3 года. Что же делать? Все очень просто. Необходимо сделать фосфорный настой. Этот настой делается путем заливания одного примерно килограмма суперфосфата, двойного суперфосфата, 5 литрами кипятка. Такой раствор вам необходимо оставить на ночь. Периодически его хорошо бы взбалтывать, а также немножечко, например, черенком от лопаты или грабелек или тяпки, немножечко как бы измельчать и взмучивать. После того, как вы оставили его на ночь или на сутки, вам нужно добавить туда еще 5 литров воды, довести общий объем до 10 литра и 1 литр такого фосфорного настоя использовать для подкормки путем разбавления в 10 литрах воды. Таким образом, 10 литров настоя вам хватит на 100 литров воды. Этого более чем достаточно, чтобы подкормить среднего размера клубничную грядку. Такой же фосфорный настой прекрасно подойдет для многих плодовых кустарников. Это и крыжовник, и разные виды смородины, и черноплодная рябина, и все остальные кустарники, которые вы выращиваете в своем саду. Но особенно отзывчиво на него именно земляника. Попробуйте, и вы увидите безусловный эффект. Для того, чтобы растворить фосфаты наилучшим образом и наиболее эффективно, есть один маленький секрет. В 5 литров кипятка, после того, как он остынет, добавьте пол-литра обыкновенного 9% уксуса. Подкисление воды вызовет превращение фосфата кальция в более растворимые его формы и облегчит их растворение. То количество уксуса, которое вы внесете, будет несущественным в той концентрации конечной, которая будет вами использована для полива. Уксусная кислота подхватится почвенной микрофлорой, будет использована как энергия и будет стимулировать развитие полезной почвенной микрофлоры. Что же делать с осадком, который останется в ведре? Он, хотя содержит достаточно много гипса, все равно все еще содержит достаточные дозы фосфора, поэтому выбрасывать его совершенно не нужно. Подкопайте его под плодовые деревья, вкопайте его в грядки под овощные культуры, они будут вам очень благодарны. Надеюсь, что эта консультация о подкормке клубники и других растений вам помогла и вы о ней, может быть, расскажете своим знакомым и поможете получить им хорошее урожай. Для того, чтобы не пропускать наши выпуски, подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, и вы не пропустите ценную информацию. Оставляйте свои комментарии на портале процветок.ком, ссылка на него находится под этим видео. Именно там мы будем делать большие масштабные обсуждения всех тех проблем, которые вас волнуют, и вы будете получать оперативные ответы. Всего хорошего! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!